Здравствуйте дорогие мои читатели, с вами вновь на связи автор блога Буянове.ру Буянов Олег. Сегодня я хочу ответить на несколько вопросов, сегодня конкретно хочу ответить Валентине. Валентина спрашивает стоит ли переходить на сыроедение и рассказывает про свое окружение, что родственники не дают ей возможности перейти на сыроедение. Я записываю для вас, три видео будут записаны, сегодня мы поговорим конкретно об окружении. Тема окружения достаточно большая и наверное даже одного видео не хватит рассказать вообще про значение окружения в нашей жизни. Что касается окружения, вот если вы хотите перейти на сыроедение, то тут достаточно большая стоит проблема. Дело в том, что наше окружение очень сильно влияет на нас, как наша семья, как наши родственники, на работе, друзья. Окружение очень сильно влияет на нашу жизнь и я даже могу сказать, что очень-очень сильно. То, чем мы занимаемся, то, какой у нас уровень здоровья, то, как мы думаем, все это в той или иной мере зависело от нашего окружения в прошлом или сейчас. Вот вы пишете, что вам родственники не дают возможности перейти на сыроедение. Дело в том, что сыроедение это не просто переход на живую еду. Это целый процесс, когда человек меняется. Он меняется и морально, и физически, и нравственно, и даже духовно. Поэтому вы будете меняться на всех уровнях, вы станете совсем другим человеком. А вашему окружению это, конечно, будет совершенно не нравиться. Поэтому оно делает все и будет всегда препятствовать, чтобы вы перешли на окружение, чтобы вы как-то изменились. Дело в том, что окружение может быть двух типов. Либо то окружение, которое тянет вас вниз, то есть в болото. В основном представлено такое окружение, которое не дает человеку развиваться никак. И людям в вашем окружении выгодно, чтобы вы никак не менялись, чтобы вы были такой же, чтобы у вас было такое же здоровье, чтобы вы так же к ним относились. Почему это происходит? Потому что им удобно и выгодно. Вашему окружению. Есть второй тип окружения. Это те люди, которые больше знают, больше умеют, больше понимают. Это те люди, к которым нужно стремиться и именно взаимодействовать с таким окружением, которое вас будет в дальнейшем развивать, тянуть вас в том направлении, в котором вы хотите. Например, касается того же сыроедения, надо найти людей, которые этим занимаются, которые уже сыроеды, которые вам что-то могут подсказать и могут вам что-то реально помочь перейти на сыроедение. Что касается вашего окружения, то тут, конечно, ситуация достаточно сложная. Единственный вариант, который я бы вам порекомендовал, это никогда не заявлять своим близким, родственникам, родным, вашей семье, что вы хотите или вы переходите на сыроедение. Как только вы вот это заявите, им точно скажете, все будет против вас. Они будут делать все, чтобы вы только не перешли на сыроедение. Потому что где-то в глубине души они понимают, что вы будете меняться, вы будете совсем другим человеком. Скорее всего, им даже выгодно, что вы находитесь в таком сейчас положении. Они боятся, что вы будете меняться, что ваше отношение к ним изменится. И многие вещи, да, изменятся. Поэтому ваше окружение, оно будет постоянно мешать вам. Осознанно, неосознанно, это не важно. Но в таком окружении, в таком вот болоте очень трудно перейти на сыроедение. Не нужно как бы людям вот заявлять, что я перехожу на сыроедение, да, открыто им говорить. Я буду сыроедом или что-то такое. Нужно просто переходить на сыроедение, да, вот, но никому об этом не говорить. Просто переходите, и окружение ваше не должно знать об этом. Тогда вам намного будет проще и легче перейти. Потому что ваше окружение вам мешать не будет. Как только она об этом узнает, да, вот, ваши люди, знакомые, друзья, они будут делать все, чтобы вы остались такой же, как есть, чтобы вы не развивались. В любом направлении это касается и сыроедения. Лучше всего как-то поступить по-другому. Во-первых, не говорить людям, да, вот, своим близким, что я вот перехожу на сыроедение, а просто сделать какой-то разгрузочный день, например, в понедельник, когда все ваши родственники уходят на работу, когда нет никого у вас дома, да, вы можете такое сделать, разгрузочный день. Если вас даже родственники о чем-то спросят, вы просто им скажете, вот, у меня сегодня разгрузочный день. И постепенно переходить уже на живое питание. Целый день осветить именно живой еде. То есть какие-то салаты, какие-то соки. Один день. Остальные все дни можно питаться, как обычно. Вот такая моя небольшая вам рекомендация. В следующем видео мы с вами поговорим именно о том, как лучше всего это сделать. И третье видео будет у меня тоже очень интересное о вере. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите под видео, оставляйте комментарии на моем блоге, пишите мне в техническую поддержку, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. С вами был Буянов Олег.